В эти выходные участники международного форума ИФТ посетили Елабужский институт Казанского университета. Елизавета Никитина расскажет, как все прошло. Знакомство с университетским комплексом гости начали с Дома научной коллаборации имени Камиля Валиева, где участники форума смогли оценить современную материально-техническую базу Центра дополнительного образования и узнали о реализуемых программах. Следующей точкой маршрута стало главное здание Елабужского института. В этом здании первоначально жили, учились, ели, спали, молились. Вести восемь лет назад. Далее участники форума посетили музей книги, научно-читальный зал и студии цифрового образования. Научно-учебные лаборатории, зал суда, учебные аудитории, Центр китайской культуры также стали частью экскурсионного маршрута. О страницах истории вуза и исследовательской деятельности присутствующие узнали музей истории и музей археологии. Я под огромным впечатлением. Дело в том, что я уже была в вашем институте в 2018 году. И вот буквально за эти 2-3 года это такие преобразования, я не могу даже словами передать. Также делегация форума посетила университетскую школу, уникальную площадку педагогической практики и научных исследований, пополнившую университетский комплекс в 2020 учебном году. Директор Елабожского института Елена Мерзон рассказала о реализуемой модели обучения и показала гостям инфраструктуру учебного заведения. Сегодня здесь, в этом учреждении, вот, конечно, поразило до глубины души, что называется, до мурашек, вот это создание особого пространства в воспитании педагога. Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс.